Итак, под аплодисменты встречаем нашего первого лектора, Владимира Зорина. Рад вас всех видеть. Чувствую себя Воландом прямо. Вот. Тема, если точнее сказать, да, город как среда для жизни, вы скажете, ну так мы и раньше жили тут, и ходили, и ездили, и до нас ходили, и на лошадях ездили. Вообще, скорее всего, город, наверное, как искусство. Скорее всего, наверное, так можно сказать. Вот. Тема для меня очень близка, потому что, честно скажу вам, я уже занимаюсь вообще средовым искусством больше 20 лет. Началось это с ленд-арта. Где-то в 99-м году я начал свои первые опыты, и уже в 2000-м году сделал в Лазерском парке целую серию ленд-арт-объектов. Вот. Ну, это, скажем так, где-то близко и к арт-объектам. Различия, естественно, есть, когда ленд-арт — это все-таки, так скажем, работа в среде, изменение среды непосредственно, а арт-объекты — это вот внедрение в уже готовое пространство. Вот. Почему я считаю, что вообще эта тема актуальна? Потому что вот если мы посмотрим вообще на наши дорогие родные города, да, особенно если посмотрим, что мы в советское время сделали, конечно, радости будет мало. То есть, собственно говоря, принцип очень простой. Вот дорога, вот стоит дом, в лучшем случае там еще магазин, все. То есть, собственно говоря, да, обиталище. То есть человек вышел на работу куда-то, поработал, доехал, дошел, зашел, магазин купил и домой. Ну, собственно говоря, по пути ничего особенно не ждет. Вот. И, конечно, можно сказать, да, вот кто-то куда-то съездил, там все ахают-охают, вот там как хорошо, да, вот там как интересно. Почему нам самим не сделать хорошо? Почему нам самим не сделать интересным свой дом, в котором мы живем? То есть за пределами входной двери мы вышли из квартиры, из подъезда, и все. То есть психологически мы уже считаем, что все это не наше, тут можно вообще мусорить, значит, и вообще не обращать внимания ни на что. Ну, не совсем так, конечно. Хотелось бы, чтобы и среда, в которой мы живем, не только квартиры дома, а тоже были интересными. Ну, вот как-то, я не знаю, может быть, не прав, но мне кажется, что мы, конечно, в какой-то степени обделены по сравнению с другими городами, например, Великим Новгородом, Псковом, да, где есть какие-то крепости, вокруг которых это можно все там выстраивать, и турист просто приезжает туда, и уже рад, он видит крепость там, зашел, там все интересно, красиво, да, здорово. Я не говорю про Москву, Петербург, тут вообще конференции никакой нет, мы не рассматриваем такие культурные столицы. Поэтому вывод-то какой? Нам нужно самим делать своими руками город интересней, чтобы он из транзитной зоны превратился во что-то интересное, когда турист сможет остановиться по пути от железнодорожного вокзала к речному вокзалу, чтобы сесть там и куда-то в Кижи, и еще куда-то уехать. Собственно говоря, пока мы похожи на короткий транзитный путь в наш город, хотя, надо сказать, кое-что уже интересное появляется у нас. Вот. И, кстати, сказать, вот к столетию основания республики на удивление городская администрация обратила внимание, и они, значит, вообще выделили средства на создание арт-объектов для города. Это, кстати, вещь довольно удивительная, потому что я вам скажу, что по жизни никто практически никогда денег не дает вообще на искусство, и тем более на средовое. Считается, ну, зачем. И, кстати говоря, скажу вам, вы наверняка знаете, да, театр кукол. Не помню, тут есть картинки, нет ли. Ну, может быть, помните. Там стоят скульптуры. Четыре. Вот скажите, кому они не нравятся? Поднимите руку, что вообще надо убрать. Нет таких? Нет. Вы зря смеетесь. Вы зря смеетесь. Вы не знаете, как тяжело все это вот проходило. Вот я вам скажу, что было выпито столько крови, что я, наверное, года три просто на них не мог смотреть. И аргументы были простые у министра строительства тогда. Зачем нам вообще там вот нарисованы были какие-то шарики? Этого достаточно. Не надо нам никаких скульптур. Не надо. Вот была такая установка. И хорошо, что тогда главный художник города и главный архитектор как-то вот мы вот так объединились, да, и смогли победить. Победить и, да, вот доказать, что вот да, вот будет хорошо, что мы-то в Петрозаводске тоже что-то умеем, как ни странно. И вот так вот удалось сделать эти скульптуры. Так, ну-ка, что тут? Ага. Ну, вот Национальный наш театр, по-моему, в 2003 году на тему Калевала. Кстати говоря, еще один вопрос большой. Здесь вот 8 произведений сделаны на тему Калевала, декоративные решетки металлические. Вот смотрите, да, у нас территория достаточно уникальная. Карелия. Здесь у нас и деревянные зодчества уникальные. У Кижи, конечно, в первую очередь и природа, и петроглифы, и Эбаскалевала. То есть, собственно говоря, очень много всего интересного. Но, как это ни странно, в среде города практически никак это не отражается. Вот где кто-то видел какие-то композиции у нас в городе, связанные с петроглифами? Я не видел. Может быть, я мимо прошел. То есть, получается, как, вот такое культурное наполставание, такое богатство у нас есть, да, а мы идем мимо. Идем мимо, и нам как бы это не надо. Мы будем рады, если у нас будет сердечко, и там, я люблю, там, Петрозаводск. О, как хорошо, сфотографируешься. Приезжаем в какую-нибудь Вологду, Волгоград, там, и везде сердечко, везде люблю. И вот куда ни приедет, все везде одинаково. Ну, вот эти вот скульптуры. Кстати, это скульптуры уникальные, они не посвящены конкретной сказке. Это собирательные образы. Один из арт-объектов, который я сделал не так давно, трактор Камар. История довольно интересная. Да, кстати говоря, после этого, конечно, чуть-чуть еще несколько слов перед этим. Вообще, я считаю, что, чтобы мы были интересными, чтобы наш город был интересным, мы не должны следовать за кем-то и делать там эти сердечки, я люблю, там, или еще что-то. Или посмотреть, о, вот там сделано, давай-ка и мы сделаем. Это совершенно неправильный путь. Абсолютно. Нам нужно делать только свое, аутентичное, то, чего нет. Тогда мы будем интересны, тогда к нам поедут. Если мы соберем все деньги со всей республики и построим Анечков мост через Неглинку, это будет смешно, потому что он уже есть, и повторяться нет смысла. Единственный путь – это делать что-то свое, делать что-то новое. Поэтому вот эта вот интересная история была с этим трактором. Я делал очень много и ленд-арта, и арт-объектов. Ну, приходилось, конечно, сначала делать где-то у нас в Финляндии, Норвегии или Швеции, потому что там это как-то нормально все воспринималось. Здесь медленно и постепенно шло. Скажу, что я сделал очень-очень много всяких арт-объектов. И после того, как были сделаны серии арт-объектов у нас в Александровской или Петровской в Слободе на территории бывшего тракторного завода. Я там, кстати, тоже работал больше четырех лет. И иду как-то и смотрю, на территории стоит трелевочный трактор ТДТ-40. У меня, кстати, отец на таком работал. Такой весь, я не знаю, есть вообще здесь или нет. Нет, очень жаль. То есть стоит трактор, такой вообще страшно смотреть. И я спрошу, а что у вас этот трактор делать на территории? Там уже начали котлованы, дома строить. Они говорят, так вот, не знаю, куда его деть. Давайте в этот металлолом сдадим. Если хотите, что-нибудь делайте. Представляете? Мне предлагают настоящий целый трактор. Это везение, это здорово. И сразу у меня начинают мысли какие-то, начинают думать, чтобы с ним сделать. Ну, самое простое, конечно, раскрасить там, да, все это. Но это, знаете, тоже из серии «Сердечко сделать». Вот. И у меня такая мысль зародилась. Я думаю, ну, почему не соединить историю человеческую, да, нашу, то, что у нас было, и какие-то явления природные? Ну, что вот у нас знаменитого из природных? Ну, наш родной комар карельский, конечно. Вот так появился трактор «Комар». Появился, мысль появилась. Потом я сделал макет. Мне просто стало интересно. Я думаю, как это выйдет? Как это получится? Сделал макет. Он у меня, кстати, до сих пор стоит, в отличие от фигур на театре «Кукору», который у меня забрал Шегельман тогда. Вот. Сделал этот макет. Но вы представьте, ведь это финансово очень дорогостоящий проект. Сделать вот такого вот самого большого в мире комара. Задумать, да, и сделать. Ну, и все. Но ведь, как есть такая пословица, дорогу оселит идущий, или такая китайская, что дорога в тысячу километров начинается с одного шага. Макет у меня был готов. И мы как-то встретились с Серегиным Сергеем Ивановичем. Он печи-камины. У него фирма такой очень интересный человек. Я вам скажу, что патриот вообще России и Карелии. Потому что он много где был. Сказал, что наша Карелия самая лучшая. Тут я с ним согласен. Вот. Я ему рассказал эту идею. Он говорит, о! Да ты что, говорит. Как выглядит? Я говорю, так у меня макет есть. Да ты что? И мы договорились встретиться. Я ему показал, и он загорелся. Он просто загорелся. Говорит, давай, 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 сделаем. Представляете, человек вложил огромные деньги. Нужно было привезти этот трактор на базу, разобрать его до винтика, почистить от всего мазута. Там работали люди. Потом каким-то пескоструем. Потом кислотами все вот это вот чистили, чистили. Потом собирали. Ну вот. Здесь видно процесс. Ну, конечно, и чертежи всякие приходилось делать, потому что все это вот не так просто. Ну вот этот вот макетик там в масштабе с человеком. Так что вот у нас такой вот арт-объект и появился. Ну, мнения, конечно, совершенно разные. Если кого-то это все пугает, хотя, с другой стороны, если трактор поднять, конечно, там как бы агрессивность какая-то будет в этом. Если увеличить комара в тысячу раз, я думаю, все мы разбежимся тут от страха. Но, в принципе, мне кажется, идея такая достаточно интересная. И теперь это одно из мест притяжения. Культурная точка у нас на карте города. Там ведь еще помимо этого комара есть и трон. И в свое время мы провели с автогрупп фестиваль, конкурс, железные собрания. И там сейчас есть и лыжи, там еще некоторые арт-объекты. Если кто-то ходил туда, кстати говоря, летом там очень много туристов ходит, что радует. То есть, опять же, говорит о том, что есть что нас в городе посмотреть. Мне, конечно, эта тема, поскольку волнует, я всегда стараюсь, если есть возможность, как-то что-то придумать, сделать. И вот когда столетие было, празднование, меня просто пригласили. Ну и как бы сделал свое предложение. Надо сказать, что тогда несколько художников работало. И не только я один делал арт-объекты. И Савельев, архитектор, и Ким, и еще там кто-то делал. Ну и я тоже с своей стороны реализовал несколько идей. И опять же, опять же, вот я вам скажу, что основная моя идея была то, чтобы эти арт-объекты были аутентичными. То есть, связаны с местом, с историей. С нашей, да, вот. Ну, кстати говоря, вот, когда нарядили на Новый год, мне кажется, стало интересно этот трактор. Вот. И тогда появились вот эти, эти к столетию арт-объекты. Потому что, смотрите, юбилей вроде даст 100 лет. Ну, такая круглая дата. Бывает один раз в 100 лет, и все. Ну, попраздновали. Ну, кстати говоря, что происходит после праздников? Выходят дворники, подметают все, мусор убирают, все увезли, все забыли. Ну, вот, хотелось как-то увековечить. И вот появилась такая вот вещь, такой вот арт-объект, посвященный столетию. Он на набережной сейчас стоит не очень большой. В Карелии говорили вообще, например, что рябушка – это второй хлеб. И увековечить рыбку, конечно, это было святое дело. И вот у нас появилась такая рыбка. Вот. Буква А. Ну, кто знает карельский, финский немножко, это можете себе представить. Там Анилен или Киппина. Есть такая буква. Она очень интересна и необычна тем, что вопреки тому, что люди привыкли видеть в нашем алфавите букву А в самом начале, и кажется, ну, это тоже вроде бы должна быть где-то в начале, она стоит почти в конце, она стоит предпоследней. И здесь, кстати говоря, вот на этой букве карельский алфавит. То есть если кому-то будет интересно, можно прийти изучить. Он, кстати, даже немножко отличается от финского. Ну, медведя, наверное, многие видели. Скажу вам, что бревно – это как скамейка. На него можно и нужно садиться. Если придете с детьми маленькими, обязательно посадите их туда, чтобы они посидели. Это специально сделано так, чтобы этот объект был интерактивным. И кто не знает, что это за буквы, цифры? Есть кто-нибудь такой? Ура! Отлично! Прекрасно! На передаче «Что, где, когда» была такая загадка. Вот этот арт-объект был представлен знатокам, и тоже спрашивали, что обозначают эти буквы и цифры. Хотя там есть подсказка, но опять же подсказка – это такая, кто может представить себе, каковы листья у березы, у осины или еще что-то, чем они отличаются. Может быть, как-то вот это поможет. На самом деле это формула карельского древостоя, формула карельского леса. Потому что лес вообще, он как бы считается, состоит из 10 единиц. Здесь идет 4 сосны, 3 ели, 2 березы и 1 осина. То есть это состав нашего карельского леса. Из каких деревьев это все состоит? На самом деле, казалось бы, расшифровывается достаточно просто. И опять же, смотрите, эта формула наша, потому что я считаю, что… Ну, не считаю, это так и есть. На Средней Волге там будет другая формула древостой, еще где-то тоже другая. У нас вот такая. Ну, один из последних арт-объектов, который я сделал, это на проспекте Карла Маркса лошадка. Лошадка около ресторана большой. И она с такими арочками, с окошечками. И там фигурки людей, такие стилизованные, дирюционные. Почему, зачем появилась эта лошадка? А ведь там когда-то был гостиный двор в том месте. Там был гостиный двор. И вот в память о том гостином дворе там и стоит эта лошадка. Потому что там тоже были вот такие вот арочные большие окна. Люди приезжали. Транспорт, конечно, тогда был телеги, лошади. Поэтому появилась вот такая лошадка. Кстати говоря, вот кто-нибудь знает, где вообще была сделана первая железо-чугунная дорога? Транспорт, а лошадка заводит. Да. Но правда, хотя она была и не пассажирская, промышленная, у нас, да, первая чугунная промышленная производственная дорога была сделана на нашем заводе. Это к чему? Опять же, у нас есть какие-то интересные истории, которые достойны того, чтобы о ней говорить, чтобы ее увековечить. Можно даже поставить памятник золотому слитку. И тут мы будем правы. И тут мы будем правы. Потому что покопаться в истории можно много чего интересного найти. Можно поставить пуговицу. Потому что у нас тоже была монополия в свое время. Только здесь делали пуговицы для мундиров. То есть, если посмотреть историю, тут очень много чего интересного можно найти и очень много, с чем можно работать. То есть, я думаю, что тут перспектив огромное количество. Так, может, вопросы какие? Пока я, может быть, что-нибудь не придумаю тут еще. Нужно спросить ваше отношение по поводу новых этих памятников к Перкину, Нигерской. Ваше личное. Я понял, да. Я думал, спросить, не спросить, или самому сказать. Смотрите, Перхин. Начнем вот с чего. Сделаем такое сравнение. Петр Первый основал наш город. Перхин. То есть, масштабы деяний двух фигур. Начнем с этого, да. Перхин родился, где он там, в Ялгубе или в Суисаре, не помню, где-то там вот. Проехал через Петрозаводск в Петербург и там работал. Прославил фирму Фаберже и Петербург. То есть, Петрозаводский как бы следа какого-то он не оставил. То есть, мы не можем сказать, что даже на одну десятую, как Петр Первый, он что-то сделал. Не можем этого сказать. И не можем сказать, что он сравнился с Пименовым, которым был известным благотворителем. Логично было бы поставить ему памятник на родине в деревне. По крайней мере, смотрите, получается такой достаточно, знаковое место. Мы отдаем памятнику человеку. А Петр Первый стоит у нас где-то в кустах. По качеству памятника ничего не скажу. Сделан очень хорошо. Павел Калтыгин молодец, хороший академист. У нас рассматривался этот вопрос трижды на градостроительном совете. И трижды мы выражали свое мнение, что это место неподходящее. Теперь смотрите. Хорошо. Почему? Петр Первый стоит рядом с Петровским заводом. Но это очевидно, что он там рядом. А Гасконин с Александровским заводом рядом. Нет, я не говорю о Гасконне. Я имею в виду Перхино. А, Перхино. Перхино. Пока Перхино. Гасконин. Теперь смотрите, как воспринимается сама скульптура. Сверху с Пушкинской. Это очень странно. Потом там очень странно сделана дорожка. Мы подходим к спине, и там какая-то табличка. Теперь подойдите с лицевой стороны близко. Вы не сможете воспринять эту фигуру. Она будет очень круто смотреться. Издалека деталей тоже не смотрится. Это скульптура камерная. Постамент завышен очень сильно. Она могла бы стоять в старом городе на не очень высоком постаменте. То есть здесь места, к сожалению, профессиональную общественность не послушали, и место получилось неудачное. По поводу Гасконина ничего не буду плохого говорить. Мне кажется, место неплохое. Единственное, что по качеству исполнения можно было бы сделать гораздо лучше. Кажется, что там просто кто-то очень-очень торопился или просто наняли студентов, как всегда, чтобы быстренько сделать, и отдать в провинцию, и сойдет. Качество исполнения могло быть лучше. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует...